Мы всегда нуждаемся в примере. Нам нужно на кого-то смотреть для того, чтобы действовать правильно. И когда мы говорим о хижабе, когда мы говорим о том, как должна сестра выглядеть, как должна сестра действовать, жить, что она должна делать, то здесь мы должны обращаться за помощью к супругам пророка Мухаммада, потому что супруги пророка, являются великим примером для наших сестер. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, когда и молодые ребята, и молодые наши сестры смотрят на запад и ищут там пример. Некоторые братья, некоторые мужчины, некоторые ребята одеваются, как, например, какой-то артист одевается, одеваются и носят бороду даже. Иногда сейчас мы видим, например, некоторые братья и ребята ходят с бородой с определенным видом, и когда начинаешь спрашивать, оказывается, какой-то артист начал ходить с бородой. А некоторые на футболистов хотят быть похожи, некоторые на героев каких-то. И тоже сами наши сестры смотрят иногда моду, смотрят иногда, как выглядит та артистка, как выглядит та певица, как выглядит та женщина известная, жена, может, президента и так далее. Уважаемые сестры, поскольку сейчас будем говорить о женах пророка Мухаммада, достаточно для нас, для вас, в качестве примера, жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы сегодня будем читать те аяты Корана, в которых Аллах, субхану ата'аля, обращается к женам пророка и говорит им, как они должны вести себя. Но это не для них исключительно, только для них. Это для того, чтобы следовали за ними и другие женщины-мусульманки. Поэтому давайте прочитаем эти аяты, обращение к женам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сура номер 33, ая номер 32-34. Аллах, субхану ата'аля, говорит, «О, жены пророка, вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязнены, то не проявляйте соблазна в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом». Оговорите достойным образом. Оставайтесь в своих домах и не выставляйте красоту на показ, так как выставляли во времена первого невежества. Совершайте намаз, раздавайте закат и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. «О, обитатели дома, Аллах лишь желает избавить вас от скверни и очистить вас полностью. И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и мудрости, воистину Аллах проницательный, ведающий». Вот это и есть наставления женам пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поскольку они являются примером для других женщин, для других, для всех мусульманок. Поэтому давайте мы остановимся на эти наставления, на каждой в отдельности. Первое наставление, Аллах субхану и таауле говорит, не проявляйте соблазн в речах, а говорите достойным образом. Потому что речь, потому что голос бывает тоже иногда привлекает, возбуждает инстинкты и так далее. Это не секрет, все об этом знают. Поэтому женщина-мусульманка, когда она разговаривает, если ей приходится разговаривать с мужчинами, то она должна разговаривать таким голосом, достойным голосом, не привлекая и не проявляя соблазн в речах. Здесь имеется в виду не делать речь такую тонкую, соблазнительную при обращении к мужчинам. И обратите внимание, уважаемые сестры, Аллах обращается к женам пророка. А в основном жены пророка с кем общаются? Они с подвижниками пророка, Мухаммаду субхану и таауле, в основном. И все равно Аллах субхану и таауле говорит, почему так? Дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом. В то время, во время пророка, когда в основном, в основном жили праведные люди, я хочу сказать в основном, потому что и были лицемерии, но все равно, несмотря на то, что такое чистое общество в целом, сами жены пророка являются чистейшими женщинами на земле, и сподвижники пророка тоже сами являются самими праведными людьми на земле, и все равно Аллах субхану и таауле говорит, как в медицине выражается, с профилактической целью. Не дайте поводу, никогда для того, чтобы возжелал кто-то, возможно, у него недуг в сердце, или даже если вы уверены, что разговариваете с праведным человеком, вы разговариваете с богобоязненным человеком, все равно вы должны предпринимать эту меру и должны делать свой голос, свою речь достойной, несоблазнительной. Второе наставление. «Находитесь дома и не выходите без нужды, оставайтесь в своих домах», то есть не покидайте их и не выходите без нужды. Конечно, здесь нужда не говорит, может иметь широкие значения, как, например, нужда ходить на учебу, нужда ходить к своим родителям, нужда ходить в мечеть, поэтому мы знаем прекрасно, хотя пророк, саламу ассалям, говорил, что для женщин лучше читать намаз дома, им это лучше, но все равно пророк, саламу ассалям, не запретил им приходить в мечеть. Бывает, я не буду останавливаться, но главное, чтобы этот выход из дома был в связи с нуждой определенной, в связи с причиной определенной, они просто так, а основа – это то, что женщина находится у себя дома. Третье наставление – это запрет выставлять свою красоту на показ, и не выставляйте красоту на показ. Четвертое, об этом я не буду подробно говорить, потому что мы об этом уже говорили в предыдущих двух наших сериях. Следующее наставление – заниматься благими, благочестивыми делами, потому что это тоже очень важно. Иногда некоторые наши сестры спрашивают, а что я буду делать дома, целый день дома? Что я там буду делать? Аллах, Субхану Таалу, сказал, совершайте намаз, поминайте Аллаха, занимайтесь правильными, благочестивыми деяниями, тогда вы не будете чувствовать, что вам скучно, и что вам тяжело оставаться дома. Занимайтесь воспитанием своих детей, это тоже благочестивое дело. Занимайтесь уходом за своим мужем, занимайтесь уходом за домом. Поэтому, если мы видим на каждый этот поступок определенное время, вы уже и даже не будете находить время еще. Поэтому это тоже наставление Аллаха, Субхану Таалу. Для чего все это, уважаемые жама'ат? Для чего это все, уважаемые сестры? Это для того, чтобы, как некоторые говорят, притеснять, унижать. Опять-таки Аллах, Субхану Таалу, говорит, это цель от всего этого. Аллах лишь желает избавить вас от скверни и очистить вас полностью. Это цель от всего этого. Уважаемые сестры, верите Аллаху, Субхану Таалу. Верьте словам Аллаха, Субхану Таалу. Аллах, Субхану Таалу, после этих наставлений, не говорил, что это для унижения, не говорил, что это для притеснения, не говорил это потому, что вы являетесь вторым сортом, как многие, к сожалению, сегодня считающиеся современными женщинами говорят. Верите словам Аллаха. Аллах хочет, что лучше для вас. Они хочут, чтобы вы подвергались оскорблениям и неуважениям со стороны чужих мужчин. Поэтому дай Аллах, Субхану Таалу, чтобы наши сестры взяли в пример жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы для них был главным примером и самым главным примером это жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они артистки, они певицы, и не те, которые далекие от ислама женщины. И дай Аллах, Субхану Таалу, чтобы эти наставления были приняты должным образом и были выполнены должным образом. Субханакаллахумма и бихамдик. Ашхаду, а ла илла илла ант. Астагфирука, ва атубу илайк. Субханакаллахумма и бихамдик.